Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Садыков. На этом канале я, помимо реакции на кип-поп, записываю реакции на музыкальные шоу. И сегодня подошло время для реакции на последний эпизод музыкального шоу Girls Plan 999, который я всячески обозревал, вам смотреть советовал. Местами, частично, да? Некоторые смотрели... Чего мне так с кресла-то скрипит кошмар? Некоторые смотрели исключительно в моем описании и к самому шоу не притрагивались. Я их прекрасно понимаю. Сейчас по интернету гуляют волны, бурлят волны по поводу финального состава группы. Я тоже в шоке местами, но у меня не бомбит практически всем никак. Почему? Потому что это канал Мнет, я от Мнета примерно такого ожидал. Они настолько не палятся, они настолько борзые, они вот как всю дорогу, в принципе, здесь так и не говорили, кто же им, по крайней мере, прилюдно, да, кто же им все-таки подсчитывает голоса или как-то говорили так, что я этого умудрился не заметить за все 12 выпусков. И у меня подозрение страшное, что они, опять же, голоса просто в очередной раз накрутили. И в этот раз, возможно, они сделали это более, не знаю, так, чтобы было сложно потом проверить, кого-то уличить, по крайней мере, как им кажется. И надеются, что им, опять же, все поверят. Мне кажется, им мало кто поверит в этот раз. После фиаско страшного с радиус 48, да, из которого как минимум две девочки вылетели, которые должны были попасть в финальную группу. И здесь местами то же самое. Ну, в общем-то, давайте, что я как бы право более-менее по порядку. Во-первых, финальный эпизод длился три часа. Три часа до этого длились обычно там часа полтора, типа того. И ничего удивительного. Финальный эпизод им нужно было максимально растянуть время, чтобы напихать побольше рекламы, само собой. И поскольку контента у них не было, они просто тянули, как в последний раз. Это не новость. Предыдущие все продюсы были примерно такими же. Они были чудовищно затянутыми. Последний эпизод, как правило, был самый скучный. Хоть не считая нервов на выборе девчонок, было просто максимально тоскливо, максимально убого. В этот момент, в этот «Велсплайн-1999» превратился в продюсер-кем 2020, в котором каждый эпизод, каждый второй был очень тоскливым и нудным. Вот здесь вначале нам показали, что... В прошлый раз сказали, что будет новое выступление. Я достал группой «Дадо» обязательно, довольно-таки скоро не волнуйтесь. У девчонок должно было быть еще два выступления. Одно типа соревновательное, другое общее. Соревновательное. Взяли песню «Шайн», которая, в принципе, для своего жанра нормальная абсолютно. Поделили девчонок на две группы. Напомню, там осталось 18 человек. И, в общем-то, они сами там по-разному поделились. Практически без скандалов и без там драмы обошлось, хотя в одну группу была, попала гим-мя. Майя, я знаю, тем не менее, я буду называть мя. Мне так очень нравится. Она мя. Вот, а в нее попала, а потом из нее уже вылетела, да, и попала в другую группу. Но это абсолютно не имело никакого значения, потому что, несмотря на то, что Мнет каждый раз говорит, что типа, ух, в последний день голосования, последние часы голосования, ваши голоса будут умножаться на два, по сравнению с предыдущей недели. Но при этом в предыдущей неделе было семь дней. Если я ничего не путаю, опять же поправьте меня, если я ошибаюсь, каждый день можно голосовать за какую-то одну девушку каждый день. Вроде бы, вроде бы. Вот. И это можно делать на протяжении 24 часов. Ну, в смысле, не постоянно, а просто в течение суток. Даже если не так, все равно, когда у тебя есть неделя, тебе проще проголосовать. Когда у тебя есть буквально, там, не знаю, какой-то час или типа того, тебе проголосовать уже сложнее. Или полтора-два часа. И проблема в том, что вот, во-первых, и так уже до этого народ наголосовался, и там вывешали пролинжерные результаты, они были совершенно адовые, как выяснилось, в принципе, и финальный состав. И хотя финальный состав чуть получше, но ладно, не суть важна. И в итоге они открывают голосование. Через какое-то время, через час или через полчаса только, наконец-то, группы начинают петь это свое финальное выступление. Потом они поют еще одну прощальную песню. Прощальная песня максимально унылая, абсолютно ни о чем. Просто чудовищно скучная. Я там чуть не заснул на ней. Вот. И, соответственно, потом, через какое-то время, говорят, показывают еще их там быт, все такое прочее. Говорят, ну все, закрываем голосование. Ну, очевидно, что как только ты открываешь голосование, а куча народу сразу же побежит голосовать. И когда пойдут выступления, уже, мне кажется, большая часть, если не вообще подавляющее большинство, уже голосовалась. И выступления ни на что не влияют. Это глупо. Так делать, на мой взгляд, нельзя. Нужно сначала тогда показать группу, показать их выступление, дать какое-то время на осмысление, полчасика, например. После этого, говорят, открываем голосование. Показывают тогда лайфстайл в это время. Вот. Который тоже может слегка повлиять. И тогда уже, собственно говоря, финальное выступление будет хоть на что-то влиять. Сейчас оно не влияет ни на что, примерно. Вот. Ну, а так они, в принципе, пробежались по абсолютно стандартной программе. Это местами мило, но это настолько уже обрыгло. Это один и тот же сюжет вообще. Показывают, вот, 18 девчонок. Они, типа, теперь развлекаются. То, их зовут поесть, там, ресторан какой-то. Потом показывают в процессе отбора, процессе голосования, ну, в смысле их выбора, показывают выступления некоторых их фанаток или фанатов. Потом, значит, их собирают вместе, показывают обращения от родителей. Это, по-моему, в конце. И все там рыдают, разумеется. Потом показывают обращения от прошлых себя. То есть, когда они только пришли на программу, что они себе говорили, это показывают. Потом некоторые из них обращаются к другим. То есть, вот эти все обязательные программы. Это было и в первом продюсе, по-моему, и во втором продюсе. Это было You's With You, который слизан с продюса просто более качественно. Это и было Girls Plan 999. Я все-таки хочу, чтобы Мнет вот немножко вытащил голову из задницы и попытался сделать что-то тоже динамичное, как, в принципе, было в большей части эпизодов, но новое. Потому что продюс-кэм пошел по другой дороге. Тоже им нет, насколько я помню, вместо там с китайской какой-то компанией. Они пошли по другой дороге. Они сделали все не так, все по-другому. Это, конечно, лайк за старания, но при этом они чудовищно затянули. Сделали сериал-шоу в два раза длиннее, чем оно должно было быть. Там местами было очень сложно досидеть один эпизод. Чудовищно сложно. Там по пять часов длились, там, да, помню, даже побольше. Вот. То есть, а можно же сделать по-другому и не ударяться в такие чудовищные самоповторы. Очевидно, нельзя. Поэтому мне тут пока что так. Ну, типа, эта штука работает, значит, будем так делать. Это, конечно, скучно. Вот. Ну, не суть важно. Потом дело, наконец, дошло до голосования. Напомню, 18 девчонок, в принципе, среди них очень много хороших. Прям хороших, клевых девочек. Состав, который был вплоть, ну, в предыдущем эпизоде, в прошлом, да, по-моему, или в каком, когда озвучивали такую предвариловку, да, когда, в общем-то, все остальные девочки выбыли, и осталось 18 человек. Меня, в принципе, финально это более-менее устроило. 7 человек меня устраивало из группы. Окей. Good enough. Пара девочек. Не в моем вкусе абсолютно. По части там звука, музыки, вокала и так далее. Семеро нормально. Здесь немножко по-другому пошло. Я, наверное, буду их читать вам последовательности в такой, как их объявляли, и высказывать свое мнение. Значит, объявляли там, как всегда, восьмое, седьмое, шестое, пятое, четвертое, третье объявляют место. После этого вызывают двух девочек, которые первое или второе место разделят. Ну, в смысле, кто-то из них первое, кто-то второе. Потом называют первое. То есть там восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, один, два. И под конец называют еще трех девчонок, которые претендентки на девятое место. Очевидно, кто-то из них девятое, десятое, одиннадцатое. И называют, кто занял одиннадцатое. Да, получается, одиннадцатое называют. А потом, соответственно, девятое и десятое автоматически получается. То есть такой немножко странный, но, в принципе, разумный порядок. Это для создания интриги правильно и полезно. Окей. Хорошо. Допустим. Значит, на восьмом месте, когда нам объявили, это у нас было Маширо Сакамото. И вот если вы не смотрели шоу, попытайтесь догадаться до того, как я все расскажу, кому в этой группе отдавали предпочтение. Значит, Маширо не мой выбор абсолютно. То есть мне она не так сильно запомнилась, но у нее много фанатов. Среди вас тоже я знаю. И я, в принципе, уважаю это решение. Она абсолютно нормальная девочка. Я говорю, если бы в группе было 18 человек, я без проблем бы сказал, что Марширо место в группе. Без проблем. Тем не менее, несмотря на то, что она попала, она всегда была достаточно высоко. Она как-то раз поднялась даже на третье место. И, в принципе, последним, вот, по-моему, в одиннадцатом эпизоде, да. Да, действительно. Она была там пятая, третья, четвертая, третья. На третьем месте она была последний раз. В каком месте она сейчас оказалась? На восьмом. То есть, она рухнула с третьего на восьмое. Это довольно-таки серьезное падение. Прямо-таки хорошее. Окей, чудом и держалась в группе. Предпоследнее место. Тем не менее. Молодец, поздравляю. Пока не будем выбор, но тем не менее. На седьмом месте у нас оказалась Хикару. Хикару для меня седьмого места – это какой-то оксимарон. Она очень крутая. Она очень хорошо поет. Она замечательно танцует, прям шикарно. Она, в принципе, такая очень харизматичная девушка. Такая прям настойчивая и так далее. И седьмое место, на мой взгляд, сильно низковато. Но, допустим, у нее тоже проблема в том, что она занимала всегда третье-четвертое место, а оказалась на седьмом. То есть, ее тоже довольно-таки прилично обрушили. Чувствуете уже намек на то, как строилась эта группа? На шестом месте у нас ЕСО. ЕСЕО, ЕСО. У ЕСЕО я, конечно, за нее рад. Она, на самом деле, очень классная. Она очень хорошо выступила у Фэйта, еще в нескольких вещах. Но я не могу сказать, что она прям так яростно отличалась в последних эпизодах, и что она была какой-то там невероятной, офигенной звездой. Тем не менее, я рад, что она попала в группу. Я не рад, что за счет нее какие-то другие девочки не попали, но, в принципе, за нее рад. Она прикольная, она классная. Она не верила в это, мне кажется, особенно. Ничего удивительного. Она была последний раз на двенадцатом месте, до этого на одиннадцатом, и в пятом эпизоде вроде как на восьмом. То есть она в группу и то случайно чуть-чуть попала всего один раз. Тут внезапно она окажется на шестом месте. Как бы... Вот, ладно, продолжаем разговор. Она молодец, она клевая, повторюсь. Я за нее рад. Это, пожалуй, один из моих выборов в группу. Но не самый очевидный, а, скажем так, из запасных вариантов. Тем не менее, молодец, поздравляю ее. Если вот Хикару это стопроцентный мой выбор, то ЕСО это вот такой 50-процентный. Тем не менее, молодец. После этого Йон Ин. Йон Ин, опять же, вот это мой точный выбор в группу, но я был всегда расстроен, что ее как-то не очень замечают. За нее плохо голосовали, прям очень плохо. Она вообще начинала там с восемнадцатого места в своей корейской группе, потом поднималась, в принципе, до больших высот. Но в последнем эпизоде она была не в девятом месте, а в девятом эпизоде она была на двенадцатом. То есть она в последний раз попала в группу. Так, с напрягом, но попала. Возможно, если считать, что все честно, то за нее, ее наконец-то заметили, оценили, за нее активно проголосовали. Она попадает на пятое место. Неожиданно. Она тоже явно в это особо не верила, что она попадет, но тем не менее. Но я очень рад. Я реально за нее болел. И я очень хотел, что она попала в группу. Это мой выбор. Окей. Два моих выбора. Два с половиной моих выбора пока что. Получается так. Четвертое место у нас попадает кто? Ким Дайон. Ким Дайон, которую пушили последние, там, не знаю, много эпизодов. Яростно, активно пушили, показывали, какая она офигенная, замечательная. Вопросов нет, она офигенная, замечательная. И да, это тоже мой выбор. Один из выборов в группу. Я тоже считаю, что без Ким Дайона там было бы странно. Она, например, когда выходила, не плакала, особо не волновалась. Мне кажется, она вообще такая очень психически устойчивая девочка. И такие в группе вообще очень нужны. Она вообще хороший лидер. И если честно, я бы ее видел на первом. Если я бы ее видел не на первом месте, конечно, а где-нибудь там втором, третьем. Я бы ее видел в роли лидера группы. То есть не центр, а именно лидер. Я не знаю, может, конечно, ей потом дадут звание лидера, потому что она с этой ролью обычно хорошо справлялась. Но не знаю, может, там вообще не будет каких-то званий лидеров, да, типа того. Вот, тем не менее. Она, в общем-то, немножечко подупала. Она была на втором месте, совсем недавно. И тут она на четвертое упала. Окей. Я считаю, ее место даже более-менее заслужено. Все разумно. Опять же, это уже три с половиной моих выборов. Так получается? Да, все правильно. На четвертое место Юджин. Я боялся, что Юджин заговинет, так сказать. То есть она была достаточно высоко. Она была там в четвертом месте. Потом она начала потепонечку падать. Пятое, шестое. Потом немножко опять на пятое поднялась. И вот, наконец-то, поднялась на третье. Нет, слава богу, ее не заговинили. Заговинили, если кто не знает, то это как Лигаин, которая была очень-очень высоко в свое время в против 48. Она вообще в группу не попала. Потом стало известно, что на самом деле ее вычеркнули просто сами продюсеры. Им нет. Ее и еще одну девчонку. Че вон. Скандал был. Особенно вот, когда все выяснилось, что действительно она должна была попасть в группу. Но, тем не менее, у нее все хоть неплохо или даже хорошо. Она актриса. Я за нее очень рад. Т.д. и т.п. Юджин очень хотела попасть в группу. У нее силоси вот-вот распадется. Ну, я так понимаю. Хотя, может, забавно, если опять же сейчас на фоне все-таки того, что она попала в... Господи, группа называется Кеплер. Кеплер. Я считаю, дурацкое название. Не такое дебильное, как Бонг Бонг Геллс 303. Но Кеплер. Окей. Ладно. Как хотите. Еще они L написали в виде единицы. Кеп одинер. Кеп одинер. Кеп одинер. Окей. Хорошо. Тем не менее, вот она, значит, попала в Кеплер. Ладно. И молодец. И прекрасный. У нее, значит, какое-то время с карьерой будет все нормально. Ей будут подсвоивать хиты всякие разные. У Айз Ван в прошлый раз все не с продажами, не с популярностью было очень здорово. И у нее будет все хорошо. Я за нее очень рад. Может, потом у нее там консольная карьера появится хорошая. Так что, да, это тоже мой выбор группы. Четыре с половиной. Да, на что там? Давайте пять. Да, я все-таки ESO тоже болел. Так что вот пять девчонок. В принципе, я согласен, что они в группу должны были попасть. Вот. А потом, это было третье место, нам объявили претенденток на первое или второе место. И это оказалось, на минуточку, Бахи, да, да, та самая сестра Кая. И Чихен. Чихен. Я сколько ни пытался, я не смог уцепиться за что-то в случае с Чихен. Она для меня настолько... Она нормальная. Здесь, на самом деле, все девчонки в группе, они адекватные. Они все нормально или хорошо или замечательно поют. Они все нормально, хорошо или замечательно танцуют. Нет таких, которые бы я сказал, боже, как ты вообще сюда попал, ты ни черта не умеешь. Это не тот случай, как с Бомбом Гвездом. И некоторые девочки вообще ничего себе не представляли. Извините, но вообще ничего. Здесь все себе что-то представляют. И Бахи хорошая девочка. Просто она такая достаточно скромная, она не сильно заметная. У нее, в принципе, вполне себе такая необычная внешность, не в моем вкусе, но многие ее называют красивой. Окей, почему нет? Она мне слишком Кая напоминает, чтобы я говорю, о боже, какая красивая девушка. Я такой смотрю, такой это же Кай. Из Тексти, разумеется. И понятно, что она в группу попала бы, потому что за нее были фактически все фанатки Кая, все фанатки Тексти. Тексти это одна из самых популярных групп в Корее, поэтому кореянки, корейцы тоже, разумеется, фанат Тексти, голосовали за Бахи. Без вопросов, я не спорю. Но второе место, а соответственно Чехен, опять же Бахи, была на 13 месте в 9-11 эпизоде. До этого она вообще ни разу не попадала в какие-то маломальски высокие места. И теперь она на втором. Она оказалась на втором месте. А соответственно Чехен, она была 9-я, 9-я, 8-я, 11-я, 1-я. Как это можно объяснить? Я не очень понимаю. Объяснение официальное, это мне-то звучит примерно так. Ребят, раньше голосовала за нескольких девочек, да, сначала вообще там за целые ячейки голосовали, потом за одной, по одной девчонке из каждой группы, а сейчас голосуют за одну, да, и вот теперь-то все втопили, все начали голосовать вот за конкретно этих, например. Но проблема в том, сейчас-то объясню, у меня, в общем, когда вот особенно где-то в середине уже я словил дзен, я начал угадывать мысли, как думают люди из-за мета, когда расставляют места. А я искренне считаю, искренне уверен, что это все потасовано, прям яростно потасовано, местами просто уши, а мне-то лезут со всех щелей, простите. Я, конечно, не ожидал, что они настолько оборзеют, что они на первые два места поставят чехен, которые, ну как ты не крути, а на другим девушкам, даже из этой группы, и там по, господи, харизме, и по танцевальным данным, даже по вокалу, она уступает, на мой взгляд, уступает. Она уступает девочкам, которые вообще в группу не попали по вокалу, и опять же по харизме, и она на первом месте здесь. Окей, хорошо, опять же, хейт, я не собираюсь ни в коем случае. Попала, выиграла, молодец, поздравляю. Это девочка, которая заслуживает быть в группе, возможно, не в этой, но тем не менее. Тем не менее, она всегда была вот как-то так внизу группы, или в конце, оказалась на первом. И, в общем, в этот момент я словил дзен, повторюсь, и начал угадывать эти самые. Когда появились эти две девчонки, я сказал, там, Маша Крашенинкова, которая вместе со мной смотрела, которая рисует все заставки, все обложки для моих видео, она не даст соврать, если вы спросите когда-нибудь. Я сказал, здесь точно будет на первом месте Чехиан, на втором месте Бахи. Почему? Потому что Мнет, мне кажется, не захочет, чтобы, во-первых, в группе все считали, что это лидер группы только благодаря TXT появился, и, в принципе, эта группа появилась только благодаря TXT. И чтобы, в принципе, все остальные корейцы в Тахиарсоне не бомбило, потому что девочку Бахи могут просто захейтить. Типа, ты на первое место попала только из-за брата. Ты попала в группу только из-за брата уже достаточно неприятный, мне кажется, комментарий в любом случае, а ты центр группы только из-за брата, это не очень хорошо, это прям ее могло бы как-то вот немножечко... Поэтому, мне кажется, ее вот на второе место опустили. Ну, если честно, по некоторым причинам я вообще не уверен, что они так высоко должны были попасть обе. Почему? Потому что, как мы знаем, голоса разделялись, ну, напополам. Половина голосов всех, ну, в общий учет, шло от корейцев, и половина голосов шло от остального мира. То есть, там были китайцы, японцы, штаты, Россия и т.д. и т.п. И я понимаю, что когда говорят, голосуют за одну девочку, то, например, там китайцы щемятся и голосуют за какую-то одну свою. Я верю, что, опять же, корейцы там как-то объединяются и голосуют, например, если бы они за Бахи голосовали или за Юджин, то я могу понять. У нас получилось так, что у нас первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, и вось... шестое, да. Первые шесть мест, я же ничего не путаю, да, все правильно. Первые шесть мест у нас корейцы. То есть, получается так, что корейцы, когда нужно было голосовать за одну девочку, они как-то так по-хитрому проголосовали, что все первые шесть мест заняли кореянки. Это не работает, ребят, так не работает это слово вообще. А все остальные, китайцы, японцы, они как-то так по-хитрому проголосовали, что большая часть девочек вообще не попало, и попало только на последние три места. Ну, вы понимаете, что это бред полный, что это, конечно, теоретически всякое возможно, но по факту, скорее всего, это бредятина. Скорее всего, этого быть не могло. Я бы еще понял, если бы девчонки как-то распределились корейцы. Ну, это просто кореянки, простите, ну, это просто тупо, это просто не реалистично. И опять же, когда пошел последнее, у нас девятое место, и на экран вывели Гин Мя, я такой, о, клево, она не попадет. А Гин Мя, господи, Сайон, и, собственно говоря, Сяутин. Я сразу сказал, что точно будет Сяутин. Почему? Чтобы кинуть подачку к китайцам. Потому что китайцы и так бомбили, и все мы бомбили вместе с ними от того, что китайские девочек просто нагло, чудовищно задвигают вот просто вниз турнирной таблицы. Их там постоянно то ругают, то и велэдитят. Реально, злоредактили здесь только китаянок. Только китаянок. Больше здесь не злоредактили никого. Сначала Янин за злоредактор, и, точнее, сначала Сайбин за злоредактор, и потом Янин вместе, собственно говоря, с Жуицей. Жуицей периодически ругали, так как не ругали девочек, которые гораздо хуже выступали. То есть только китаянок здесь так яростно прессовали на этом шоу. Там еще в интернете гуляют рассказы, что вообще было очень печально, и у них там с едой были проблемы, чем-то еще были проблемы. То есть и на площадке тоже были условия так себе. Я сам не изучал, не смотрел, не знаю, верить или нет, но, тем не менее, вот на лицо в программе было именно так. И при этом понятно, что китайцы бы вообще взбельнились и, скорее всего, забили бы когда-то смотреть какие-то шоу корейские, возможно, там продажи, собственно говоря, корейских этих самых, упали бы в Китай, ну и т.д. и т.п. В общем, были бы последствия, если бы вообще ни одна китайская девочка, в которых очень много очень клевых, талантливых, не попала бы в группу. Поэтому они взяли девочку, которая большую часть времени, ну прям большую часть времени находилась на первом месте, Сяо Ти. Ну вот смотрите, она была в пятом эпизоде на втором, в восьмом эпизоде на первом, в девятом на первом, в одиннадцатом на первом и в последнем, она оказывается на девятом. Я в жизни не поверю, что китайцы не собрались, не организовались, не проголосовали хотя бы за нее. Жуйцы вообще не попала, Жуйцы не попала даже на двенадцатое место, Янин не попала даже, ну то есть, может, на двенадцатый она и попала, но она не попала даже на одиннадцатый, скажем так. То есть Жуйцы, Янин вообще не попали даже близко, даже претенденты. Поэтому вот, когда я увидел Сойон, господи, да, Сойон, простите, Сойон, Гюин Мя и Сяо Тин, я сразу сказал Сяо Тин, как подачки китайцев. Так оказалось, Сяо Тин, так и взяли на последнее место на девятом. И что у нас получается? У нас получалось, что в этой группе, я всех перечислил, там есть, безусловно, сильные девчонки, прям безусловно. И, в принципе, опять же, из моих любимец, там Сяо Тин, Хикару, Есео, хорошо, Йон Ин, Дайон, ну, опять же, Дайон, хорошо, Юджин, шесть человек. Ну, шесть человек. В принципе, нормально. Но при этом я не могу сказать, что чудовищно я болел за Дайон, прям яростно болел, но умеренно. И за Есоу, и тоже, что я прям чудовищно болел, тоже болел, но умеренно. Так что прям вообще вот люди, девочки, которые я считал, что их нужно, они должны были попасть, их четверо, еще две, окей, я за них рад, собственно говоря. Да, все правильно. Еще три, я несколько удивлен, что они, в принципе, в группу попали и расстроен. Ну, не расстроен, но типа того. А теперь давайте посмотрим, кто остался в группе, кто остался за пределами девятки, то есть места, грубо говоря, с десятого по восемнадцатого. Это Жульцы, Юрина, Янин, Бора, Гинмя, Веньже, Су Йон, опять же, Шана и Хуан Сян Цяо, Син Цяо, да, или как Син Цяо, да, по-моему, зовут. Ну, Хуан Син Цяо, я могу сказать, что я сильно запомнил, но даже Шану я запомнил, она классная, на мой взгляд, она интереснее, чем Машира, но это, на мой взгляд, опять же, у вас может быть другое мнение. Но вот все предыдущие девочки, которых я называл, то есть там семь человек, это прям вполне все мои выборы. Я в шоке, что не попала в группу Жульцы, я в шоке, просто ненормально, они должны были обязательно попасть, они были всегда очень популярны, они всегда были очень классные. Но вот, пожалуйста, их за злоредактили, кого за злоредактили, кого просто по беспределу спустили, типа, а, все, Юри, ну, почему она была на каком-то, на втором тоже как-то месте, и на первом, она была на первом месте в какой-то момент, по-моему, а потом она оказалась не в группе даже, на ком месте, я даже не знаю. Я никогда не поверю, что японцы за нее не голосовали, ну, это полное предъявление, что они за нее голосовали так плохо, что она вообще никуда не попала. В общем, это было чудовищно плохо, это было прям-таки ужасно. Может быть, тот, если займется какими-то там подсчетами, опять же, повторю, что теоретически, математически, это, конечно, возможно, что, например, корейцы голосовали только за своих исключительно, а весь мир голосовал и за кореянок, и за всех остальных. Ну, во-первых, опять же, из Китая дофига голосов должна была прийти, и китаянка попала только одна, и всего на последнее место. Из Японии должно было, ну, достаточно много там популярных кипоп и так далее, голосов пройти. Тоже попало всего, получается, две японки, и обе на не очень высокие места. На предпоследние, предпоследние. То есть, ну, это похоже на бред. Прям чудовищный бред. Чудовищную подставу. И не знаю, вот как бы будет ли через несколько лет опять сообщение о том, что найдена подстава, вышел в Белспонт-1999, арестованы какие-то товарищи, выяснилось, что там жуйцы, не знаю, юрины и так далее, просто по беспределу их группы выгнали. Вот уж кого, простите, за гаинили, так это жуйцы и юрину. Вот просто юрину максимально за гаинили. Она такая была-бла в лидерах топах, фигакс, ее в принципе нет вообще в группе. Это вот чистый гаин в данном случае. Прям кошмар какой-то. История повторяется потрясающе. Ну, только что юрина, по крайней мере, она не была настолько известна в Корее, как гаин. Вот жуйцы тоже, она была высоко, теперь ее даже нет в группе. И это, конечно, отратительно. Это, конечно, очень плохо. И, блин, я не знаю. Конечно, мне теперь гораздо больше нравится шоу, в которых, ну, вот ценят... Скажем так, которым создателям шоу все-таки стыдненько настолько нагло манипулировать голосами, настолько нагло кого-то там редактировать, кого-то вперед пихать, кого-то наоборот принижать и так далее. Поэтому, в частности, там тот же Низи Проджект, тот же Сикстин. Это вот для меня в абсолютном топе, в абсолютном приоритете. Это было прекрасно, это было очень круто. Это вот лучший шоу, который только, в принципе, могут быть, когда какой-то одни человек или там группа людей, они вот принимают решение. Также я все еще люблю Stage Boom, за исключением одного очень некрасивого, мерзотного эпизода, но все остальное там было неплохо. Опять же, Use with You, который был, конечно, построен по образу и подобию, собственно говоря, предыдущих продюсов, там настолько было мало зломонтажа, если он вообще был, в принципе, по-моему, особо не было. Там реально не было никакого зломонтажа, насколько я не могу его вспомнить. Это было настолько все адекватно здорово, что в финальной группе меня буквально одна девочка не устроила. Для меня вот, если не считать шоу Аля Сикстин, да, когда выбиралась Твайс или Низи Проджект, для меня, наверное, из такого рода шоу с народным голосованием, пока что, прям вот образец, наверное, это Use with You. На втором месте у меня идет Produce 101. Не по финальному результату какие-то там песни появились, именно по подбору девочек, за кого я голосовал, за кого, мне кажется, справедливо-несправедливо в итоге проголосовали люди. Ну, или там компания, да, выбрала. Опять же, в китайских шоу это, ну, как-то более, пока что, по крайней мере, по части почета я им больше верю, на самом деле. Они хотя бы отчитывают, что такая-то, такая-то международная компания нам почитала голоса, а здесь даже не чешутся. Вот. А по части днищинства подсчета голосов, ну, по поводу, скорее, не подсчета голосов даже, а количество девочек, которых я болел, с которыми я следил, на первом месте с большим матрием, конечно, от всех это Produce Camp 2020, там, где всего две девчонки, мне на них было не наплевать в финальном ростере. И прям сильно не наплевать на одну, на Чен Джу Сюань. Ну, прям так, моя Биос в этой группе была, и вообще из китаянок одна из самых клевых девочек. Потом, все остальные просто, кроме еще одной, ни о чем. Затем Produce, конечно, наверное, 48, там меня просто яростно бомбило, потому что Гайни не попало, да, которая тоже еще роли, тоже я не очень готов, доволен финальным составом. Ну, и на третьем месте, наверное, все-таки у нас Girls Planned, Кеплер, простите, Girls Planned 99, потому что, да, шесть девчонок из девяти меня абсолютно устраивают. Но первые два места, это какой-то критичный ужас. Прямо это максимально неправильно, неплохо так быть не должно. Господи, там одна Сио Тин, которая на девятом месте, которая, конечно же, будет давать мизер, мизер, собственно говоря, линий, мизер там давать петь, потому что она китаянка, и девятое место, и типа кто-то вообще такая. Слушайте, даже в группах, где японки, например, занимают высокие места в той же Айзу Ван, да, там японкам довольно достаточно мало линий. Меньше, чем кореянкам, заметно меньше. А здесь так вообще их просто будет задвигать яростно куда подальше. И Сио Тин затмит девчонок, которые на первых двух местах на счет раз. Мне даже жалко в этом смысле. Там будут постоянные опросы, и будут говорить, да, самые популярные там Сио Тин, Йон Ин, кто-то еще. Хотя они, наверное, за Бахи тоже будут голосовать, потому что она сестра Кая, и т.д. и т.п. Вот не уверен, конечно. Как-то так. И по этой логике, ну, если вы хотите сделать группу, состоящую преимущественно из кореянок, организовывайте шоу не международное, организовывайте корейское шоу. Пусть только корейцы голосуют. Останьте вы от китаянок, от японок. Блин. Ну, то есть, какой смысл их звать, их так мучить, а после этого их просто пим выгонять? Это как-то некрасиво, как-то тупо, по-моему. Вот. Но, повторюсь, меня не бомбит, потому что я этого ждал. Вот по этой одной простой причине. Если бы я впервые смотрел какое-то шоу это МНЕТ, я бы, наверное, охренел, честно скажу. Но я не охренел, потому что, повторюсь, это МНЕТ. Вот. Тем не менее, там в... Господи, в эпизоде были очень милые места, там и... Мя очень замечательную речь прочитал, и она такая, блин, я, конечно, расстроен немножечко, что я не попал в группу, но, блин, я так вообще не верил, что я в группу, в принципе, попаду. И так здорово, что я туда попал. Это так классно, так замечательно. Вот. Там в какие-то моменты девчонки друг другу там всякие послания отдавали. Там в какой-то момент, по-моему, как раз, когда стояла Мя, ее сбоку... Там трех девчонок показывали, собственно говоря, что вот одна из ничь на девятое мясо пойдет. И там стоит Мя, а сбоку ее кто-то постоянно так вот рукой и ручкой делает. То ли Бора, то ли еще кто-то. Это тоже был очень умилительный. То есть там были прикольные такие светлые моменты, но в остальном это было очень скучно. И еще один момент очень важный. Я его даже записал по времени. Насколько чудовищно они растянули финальное голосование. Я знаю, что они их всегда... Ну, не голосование, а объявление. Знаю, что всегда они растягивают просто до чертиков. Но в этот раз это просто было, ну, смешно местами. То есть я вот даже записал в один момент ведущий, несчастный ведущий. Я понимаю, что он, тем не менее что говорят, то он и делает. Что он здесь абсолютно подневольный человек. Но он в один момент молчал две минуты. Он такой, значит, вот я проверил, даже записал. Он в 1.46, он говорил чудовищные очевидные слова, он в 1.46, ну, по времени, час 46, и 20 секунд, он сказал, что типа, а вот час, будем являть восьмое место. Прошло 20 секунд. Он помолчал эти 20 секунд. Он сказал, и эта участница попадет в группу. И вот эту хрень он говорил постоянно. И типа, а теперь четвертое место. Эта девушка дебютирует в составе группы. Она дебютирует на четвертом месте. И эта девушка, она классная была во всех выступлениях. И она дебютирует в группе. И вот эта чушь повторялась из раза в раз. А тут, я говорю, дошло до смешного. Он вот это сказал, потом еще сделал паузу, и в какой-то момент он что-то сказал. После этого помолчал секунд 10. После этого открыл рот и ему явно наушник сказали, ты куда торопишься, дорогой друг? Не объявляй. Жди, пока мы тебе не скажем, что можно говорить. И он молчал практически 2 минуты. Минута 50 секунд. 2 минуты. Он просто молчал, пока у других девчонок играл какая-то музыка. Через 2 минуты он сказал наконец-то. И вот эта участница. А потом включилась реклама. Там чудовищно много включалась реклама. Речь идет, конечно, об этом о том, что я смотрел на канале iq.com. Там был шхреновый перевод, во-первых. Он чудовищно запаздывал. Переводчик вообще не поймал, что делал. Я понимаю, что это был изначально синхронный перевод, на следующий день появится перевод получше. Но настолько тупо, настолько плохо, настолько нацепись переводить, настолько вообще не торопиться. Там уже кто-то сказал целую фразу, переводчик что-то сидит, там в ухе ковыряется, в носу ковыряется, потом, а, точно переводить же надо. И, наконец, напечатал текст. Ну, чуваки, это уже не премьера, это уже просто выложено на канале, елки-палки, премьера уже пошла. Ну, вы хоть немножко озаботьтесь там синхронизации субтитров. То есть, они вот максимально это нацепи сделали. Это было очень печально. И иногда кто-то что-то говорит, говорит там 20 слов, переводит с пятью словами, и все. На этом все закончили. Тоже потрясающе, я считаю. Вот. И поэтому на награждение объявления мест было таким чудовищно растянуто. Вот оно практически на полтора часа его растянули. Это, конечно, абсолютно ни к сего, ни к городу. Так поступать ни в коем случае нельзя. Вот. Я понимаю, что нужно потянуть, но и настолько. И да, это было плохо. Вот эта тянучка была плохо, хотя она постоянно у меня-то встречается. А еще меня, конечно, расстроил... Господи, сейчас, секунду. Расстроили в этот раз, честно говоря, ментор. Из менторов повторюсь, не запомнился, ровнут один мужик. Ханбель, да? По-моему, Ханбель его, да. Точно. Вот он был прикольный. Он периодически что-то советовал. Он верно подмещал всякий момент. И еще пара девушек что-то тоже говорили. А вот две главные звезды, это Тиффани и это Сунми, они преимущественно служили, ну, такими свадебными генералшами. То есть просто две красивые девушки сидят, мило, улыбаются, периодически визжат на что-то. И, по крайней мере, пользы от них в самом шоу, в менторстве, еще в чем-то, ну, ноль. То есть они ничего не делали. Я слышал, что Толь Тиффани, по-моему, да, где-то она писала в соцсетях, что на самом деле ее время сильно порезали, может быть. Но тогда, опять же, претензий не к ним, претензий к ним нету. Претензий в любом случае к ним нету. Либо зачем вы их позвали, если они ничего не умеют, либо зачем вы их позвали, они что-то давали советы, и вы все повырезали. И в итоге они просто сидели такие красивые. Ну, офигенно, конечно. Офигенная роль. Я вспоминаю, как, опять же, на ее связи была Лиса, которая, помимо того, что офигенно красивая, она просто по-порчасти там танцев жгла нон-стопом. Она учила девчонок танцевать. Она подмечала, когда они влажают. Она им что-то объясняла. Она сама там танцевала активно. Вот это я понимаю. Вот это ментор, блин. А это... Здесь, опять же, по танцам были менторы, но они особо ничего не учили. Ничему. Здесь очень слабенькое менторство было. Очень слабенькое, в исключении этого чувака. Зачем так делать? Я не понимаю. Возьмите вы, блин, трех человек, чтобы они выполняли свою роль, чтобы они девчонками постоянно общались, постоянно там тусили, постоянно давали советы, учили их и т.д. и т.п. Господи, в стейджбум, который я смотрю, вот это Хан Хун, который у меня теперь претензия, да, из одного эпизода. Тем не менее, она умудрила за несколько эпизодов некоторым девчонкам, показывая, как нужно петь, чему-то их научить, что-то показать, кого-то взять в свои ученицы. То есть от нее реально гораздо больше току, чем от эцет толпы этих менторов. В общем, не знаю. Так плохо, по-моему. Вот, как-то так. Ну, так правдивее будет. Я считаю, что если бы группу организовали, образовали из тех еще, на которые не попали, группа получилась бы харизматичнее точно. В целом, разумеется. И даже, пожалуй, местами сильнее. Точно харизматичнее и, возможно, сильнее, хотя не уверен. Здесь, в этой группе, тоже есть очень хорошие и сильные девочки. Но, в общем, это странно. Когда у тебя возникают вопросы к тому, кто вылетел, что, типа, они могли лучшую группу организовать, это как-то, по-моему, фиговый результат шоу. Вот, как-то так. Напишите, товарищи, что вы думаете по этому поводу. Ну, помимо ужас, 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 кошмар, 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 как они могли, ну, что-нибудь такое более осмысленное, хотя я вас прекрасно пойму, если вы просто напишите ужас, 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 кошмар, катастрофа, им нет, гори в огне. Им нет, гори в огне. Почему нет, собственно говоря? Я согласен в этом плане абсолютно. Вот. Буду ли я смотреть другие шоу, это мне-то? Да, наверное, скорее всего. Почему? Потому что я уже подготовлен, я знаю, что тут будет подстава и дрянь и гадость, и при этом я, мне все равно интересно смотреть за девчонками, за этим. Мне интересны некоторые выступления, я про них что-то узнаю, я, возможно, теперь буду за ними следить на каких-то других группах. Ну, это просто прикольно. Просто главное не настраиваться на то, что здесь все будет честно, справедливо и правильно. Главное держать в голове, что здесь постоянно людей злоредактят. Главное держать в голове, что к минимуму на имнете кого захотел, и мне того и поставил. Путем ли манипуляции, путем ли там злоредактуры или еще чего-то, или там выделения кранового времени. Просто надо это знать, это как бы изначально принять и не рассчитывать на то, что группа получится такой, как вы хотите. Вот и все. Получится, хорошо. За некоторых девчонок можно все равно порадоваться. За некоторых простраиваются, но опять же, они все-таки, слава богу, они получили на имнете большое количество кранового времени, хоть какое-то, но получили. И, возможно, теперь там к ним присмотрятся другие агентства, да, например, им будет проще попасть в группу, потому что, ну, та же жуицы, я очень надеюсь, что она в какое-нибудь агентство пойдет. Я надеюсь, что в корейское, а не в китайское, но тем не менее, попадет какое-то агентство в какую-нибудь хорошую группу, потому что она уже показала, насколько она офигенный танцор, насколько она хорошо пойдет, насколько она вообще клевая, сама себя, и все остальные тоже. И Юрина, которой лица не было в конце эпизода, потому что она вот не думала, я думаю, предполагаю, что она не думала, что она так выглядит с группой, настолько далеко и низко, это очень печально, очень грустно. Юрий, надеюсь, куда-нибудь попадет, надеюсь, тоже корейскую группу, конечно, какой-нибудь. И я им желаю удачи в новых этих самых, как его, в каких-то новых шоу, возможно, в китайских, возможно, в корейских, я за ними буду следить и верить, и желать им самого лучшего. Ну, и за новой группой я тоже, конечно, буду следить, Кепли, прости господи, потому что, ну, там хорошие девчонки, и надеяться на то, что им будут писать нормальные треки, а не как в случае с Eyes of One. Вот, как-то так. Все, вот теперь, товарищи, можете выключать мое видео и писать свой комментарий, можете написать в вашу идеальную группу, можете написать свое мнение по этому поводу. Можете посоветовать мне еще какое-то шоу, мне сейчас посоветовали шоу, как же, Boys Go Boom, нет, блин, как, как она называется-то, господи, Boys, короче, шоу для мужской группы впервые я захотел, по-моему, посмотреть, да, потому что там в продюсерах и, в общем-то, в менторах Пак Чиньон и Сай, и там, так понимаю, создалось, две группы уже создалось, мне интересно посмотреть именно за этими людьми конкретными, я их очень уважаю, обоих, как музыкантов, как продюсеров и так далее, и это, это, скорее всего, будет забавно. И вторая, Teen, Teen Girls, по-моему, да, сейчас, секунду, я проверю, посоветовали уже, это вот новое какое-то шоу, я, возможно, его тоже через какое-то время попробую посмотреть, потому что там, вроде как, да, Teenage Girls или My Teenage Girls, что-то такого рода, оно вроде как недавно началось, там 88 участниц, там особо известно никого нет, и это, блин, не М, нет, слава богу, поэтому там есть надежда на какое-то маломальское справедливое судейство. Вот, как-то так, если что-то еще, то советуйте, мне это всегда интересно, я не обещаю, что я что-то обязательно посмотрю, но вдруг мне станет прикольно. Вот, ладно, всем спасибо, всем пока, как всегда, огромное спасибо и спонсор, вы меня поддерживаете, благодаря вам у меня появляется побольше времени реагировать на не только там треки какие-то, не только композиции, которые вы заказываете, но вот на музыкальное шоу. Всем пока. Продолжение следует...